Собаки это наши верные друзья, которые отдают нам безграничную любовь и преданность. Однако, как и любой другой живой организм, собаки могут быть непредсказуемыми и агрессивными. А некоторые породы и вовсе были выведены специально для атаки, охоты или борьбы. Всем привет! Вы на канале Узнай Больше. И сегодня я собрал для вас очередной топ о самых опасных породах собак. Но перед началом не забудь подписаться на мой канал, а мы переходим к самому интересному. Открывает наш топ американский бульдог. Это крупная мускулистая энергичная порода собак, происходящая из Соединенных Штатов. Их вес может достигать до 70 килограммов, а высота в холке может достигать до 70 сантиметров. Американские бульдоги имеют широкую массивную голову и короткую гладкую шерсть. Американские бульдоги являются защитниками по отношению к своим хозяевам, что делает их отличными сторожами. Они также очень любят игры и внимание, и могут стать прекрасными компаньонами для людей, которые готовы заниматься их активной жизнью. Хоть американские бульдоги могут быть очень дружелюбными, они также могут быть и очень опасными, если неправильно социализированы и недостаточно тренированы. Их необходимо тренировать со строгой, но не наказующей руки и уделять достаточно времени и внимания для их социализации. На втором месте бульмастиф. Это крупная мощная порода собак, происходящая из Англии. Вес этой породы может достигать до 70 килограммов. Бульмастифы имеют широкую короткую морду и короткую густую шерсть, которая может быть различной окраски, от белого до темно-серого цвета. Бульмастифы характеризуются спокойной и уравновешенной натурой, что делает их прекрасными компаньонами для людей, которые готовы обеспечить им достаточно активный образ жизни. Они также неутомимы в игре и могут быть очень ласковыми. Однако важно помнить, что бульмастифы могут быть опасными, если не получат должную социализацию и хорошего воспитания. Их мощная сила и темперамент могут привести к непредсказуемому поведению, если они неправильно обучены и не получают достаточно физической нагрузки в соответствии с их энергией. Рекомендуется тренировать бульмастифов с помощью легко осваиваемых команд и утилизировать их энергию через физические упражнения. На третьем месте бордер-колли. Это порода собак, выведенная специально для работы и пастбище скота на границе между Англией и Шотландией в 12 веке. Сегодня они известны как великолепные компаньоны и активные спортивные собаки. Средний рост бордер-колли составляет 50 сантиметров, а их вес может колебаться от 14 до 20 килограммов. Они имеют двухслойную густую и мягкую шерсть, которая может быть черной или триколорной, с черным, белым и коричневым окрасом. У них выразительные глаза, которые заставляют любого влюбиться в них с первого взгляда. Бордер-колли – активные и интеллектуальные собаки, которые нуждаются в достаточной физической и умственной активности. Они отличаются высокой способностью к обучению и умеют выполнять различные виды работ. Эти собаки привязаны к своим хозяевам и могут образовывать очень тесную связь с одним хозяином или всей семьей. Но эти собаки не очень доверчивы по отношению к посторонним и могут проявлять агрессию. Бордер-колли обычно миролюбивы, но иногда склонны к некоторой агрессии, особенно по отношению к другим животным и маленьким детям. Они также могут склоняться к тому, чтобы облаять все, что движется. Поэтому, если вы живете в квартире, вам нужно убедиться, что вы сможете предоставить вашему питомцу достаточно физической активности, чтобы он не скучал и не лаял на окружающих. На четвертом месте японский тоса. Они являются породой собак, выведенной в Японии в начале 20 века. Эта порода была выведена путем скрещивания различных местных японских собак и охотничьих собак, привезенных из Европы. Тоса-ину была выведена для использования в качестве бойцовой собаки. Но сегодня она больше известна как компаньон и показательный пес. Тоса-ину является большой породой собак, которая может достигать веса до 100 килограммов и роста до 70 сантиметров. Эти собаки имеют мощное телосложение, широкую голову с массивными челюстями и короткую гладкую шерсть. Характер тоса-ину может быть разным, но в целом она является спокойной и уравновешенной собакой. Однако она может проявлять агрессивное поведение, особенно к другим собакам. Поэтому рекомендуется держать ее на поводке. Необходимо работать с этой породой, чтобы обеспечить ее социализацию и правильное поведение. Собаки этой породы требуют умеренной физической активности и занятий спортом или другой физической деятельностью. А также этой породе требуется строгая социализация и обучение. На пятом месте бразильский фило. Эта порода собак была выведена в Бразилии в 12 веке. Они были выведены путем скрещивания местных бразильских собак с европейскими породами, такими как мастиф и бульдог. Эта порода была выведена для использования в качестве бойцовой собаки. Но сегодня она больше известна как сторожевая собака и компаньон. Фило является крупной породой собак, которая может достигать веса до 50 килограммов. Они имеют мощное телосложение, широкую голову с массивными челюстями и короткую гладкую шерсть. Характер этой породы может быть разным, но в целом он является спокойным и уравновешенным. А также эти собаки легко поддаются обучению и всегда сумеют защитить свой дом и владельца. Однако собаки этой породы могут проявлять агрессивное поведение к посторонним, особенно если они почувствуют, что их семья находится в опасности. Бразильский фило требует умеренной физической активности и занятий спортом, а также социализации и обучения. Также необходимо держать собаку на поводке в общественных местах и обеспечить ей достаточно места для жизни. Ну и завершает наш топ собака породы Бультерьер. Это порода среднего размера собак, выведенная в Великобритании. Они имеют сильную мускулистую фигуру с короткой гладкой шерстью. Бультерьеры имеют большую голову и мощные челюсти, что делает их идеальными для борьбы с быками и другими сильными животными. Характер Бультерьеров дружелюбный и энергичный. Они жизнерадостные и всегда в поиске приключений. Бультерьеры очень умны и игривы, что делает их прекрасными компаньонами. Они привязываются к своей семье очень сильно и любят постоянно находиться рядом со своим владельцем. Бультерьеры также известны своей хорошей обучаемостью, что делает их отличными партнерами для занятия спортом или других активностей. Однако они могут быть упрямыми и требуют последовательного, но ласкового обучения и социализации. По большому счету Бультерьеры это прекрасная порода собак, которая нуждается в большом количестве физической активности и обучении, чтобы максимально раскрыть свой потенциал в качестве домашней собаки. А на этом у меня все. Если видео было для вас интересным, то обязательно ставьте большие пальцы вверх, а также подписывайтесь на канал, чтобы всегда узнавать больше. Субтитры сделал DimaTorzok